Пожарные и спасатели знакомят школьников со своей профессией. В преддверии дня МЧС, который в России отмечают 27 декабря, для учащихся вторых классов первой школы организовали экскурсию в городскую пожарную часть. Любознательным мальчишкам и девчонкам рассказывают о профессии пожарного и спасателя, показывают, с каким оборудованием огнеборцам приходится работать каждый день. Глубокий вдох, не бойся, еще сильнее. Вот. Выдыхай тоже. Дыши, дыши прям, дыши, дыши. Вот. На базе газодымозащитной службы ребята примеряют панорамные маски и дыхательные аппараты. Из желающих выстраивается целая очередь. На пожарах такие устройства помогают спасать жизни не только пострадавшим, но и самим пожарным. Рассказывай, как ощущения? Вообще прикольно. Ну, просто обычный воздух тебе в лицо летит, ты не понимаешь, что происходит. Современный пожарный – это супергерой, как считаю я. Он очень всегда жизни спасает, когда надо. У меня здесь работает мама, и мне было интересно узнать, как этот работает аппарат. Пожарное депо. Здесь ребятам и преподавателям показали технику, которая находится на вооружении у муравленковских огнеборцев. Объяснили, какая машина и для чего предназначена. Я сама первый раз в пожарной части. Очень интересно, познавательно. Есть такой сейчас курс, разговор о важном. Мы говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу. И, наверное, это одна из тех профессий, которая в мирное время позволяет совершить подвиг. По чемучки наперебой задают вопросы помощнику начальника караула, пожарному Руслану Фархудзинову. Он, в свою очередь, рассказывает об элементарных правилах поведения при пожаре и учит детей быть осторожными с огнем. В этом возрасте дети уже должны знать минимум техники безопасности, что не нужно делать. Знать номера телефонов экстренных служб. Также должны дети понимать ответственность за какие-либо нарушения пожарной безопасности, также личной безопасности. Для каждого ребенка интересно находиться в пожарной части, так как здесь много оборудования, также техника есть. Также интересные моменты есть, где можно рассказать и показать. В спортивном зале пожарные продемонстрировали боевую выучку. Огнеборцы на скорость надевали боевки и поднимались по лестнице на четвертый этаж учебной башни. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Новости, Муравленко.